Добрый день дорогие друзья любители шахмат на ческ-камбру с вами говорит Алексей Ермолинский продолжая свою работу партиями второго тура турнира претендентов следующее у нас на очереди ванхао и аниш герри партии первого тура разумеется ванхао преподнес большую сенсацию выиграв черными у своего соотечественника одного из фаворитов день лежения они с другой стороны проиграл белыми очень сложную партию я на непомнящему который играл просто блестяще но теперь они встречаются как вот настроение у противников посмотрим началась партия ходом c4 и двинулась вот в такой вот ну симметричный вариант английского начала здесь е6 но мне как шахматисту более старшего поколения ну сразу же припоминается партия которую я в детстве еще в далеком видел в шахматных журналах когда в знаменитом матче века когда сборная ссср играла против всего остального мира на второй доске фишерта вот в его микроматч выиграл у петросяна вот в этой позиции черными то есть вот он на коне в 3 симметрию не поддерживал пошел е6 но эту партию конечно вы можете найти но там много потом партии было но оценка скажем так не поколебалась то есть у черных нормально там все ну вот здесь белые сыграли h2 h4 но ход h4 он настолько часто сейчас применяется во всех каких-то индийских структурах грюнфельдах но буквально вот только пешка на g6 высовывается белые же сразу играют h4 ну конечно так можно играть идеи есть и я не думаю все таки что учитывая структуру белых что них фианкетирован слон так вот а4 не выглядит особенно ослабляющим короля даже если не получится никакой атаки придется возвращаться к игре в центре или там на ферзовом фланге но нельзя сказать что а4 сильно повредит вот вопрос что делать черным то есть конечно можно не обращать внимание на пешка на h5 немножко на нервы действует вот непонятно то ли будет взята на g6 то ли белые h6 пойдут но это редко так черные допускают вот кони f6 ходили и кстати сам рустам косим жанов против самого магнуса карлсона здесь черными сделал ничью чем не могу сказать что он так за нее сильно страдал карлсон то пошел d4 поскольку теперь слон черных закрыт ну и кажется как-то может быть черные поля там клетка на d6 но никакой клетки не было косим жанов железной рукой пошел себе на изолятор и в общем все было нормально кстати говоря про ониша самого же такое белыми играл против уэсли со имела точно такую же позицию тоже особенно ничего не добился партия закончилась ничью тем не менее от ониша последовал ответа 6 пч 6 всегда очень интересный такой ответ на наш 4 он принципиальный что но двигаешь 5 а пойду же 5 черные считают что это будет в их пользу разумеется немножко висящее положение вот этой пешки на 6 зависит там в разных вариантах может сказаться и вот теперь d4 но сама идея жертвы пешки в ответ на эту расстановку фишера с е6 и конь е7 она очень старая давно известна в мои какие-то ну скажем так времена там молодых мастеров так играла саша чернин несколько партий но белым белый ничем не рискует практически они эту пешку всегда отыгрывают черные если немножко знают теорию если вот пешки аж не включены то вы тоже у них проблем нет в общем такой вариант не больно то насыщенный и пошел здесь гири d5 но этот ход опять же то есть он идет на изолятор что само по себе не так и плохо кстати учитывая включение ходов пешками аж я думаю что это более к выгоде черных потому что ну с изолятором когда черные играют для них хорошо иметь поле g4 до с которого не могут прогнать либо слон туда пойдет а может быть и конь и скорее все-таки у белых королевский фланг ослаблен поскольку белые то будут наседать на изолированную пешку то есть все это конечно правильно но с другой стороны любопытно было пойти конь е7 тоже но неужели белые такой шаг дадут ну там же потом конь в 5 надо еще отыгрывать эту пешку на d4 честно говоря не думаю что ван халл бы так сыграл кто его знает в общем получилось вот это хода были быстро сделаны мы вообще с владимиром добровым как то все это пропустили быстренько пока на другие партии смотрели но здесь ферзь c1 был сыгран ну ну что ж напал на пешку а6 в расчете как-то оправдать включение ходов аж 4 за белых а 6 за черных но в то же самое время белый ферзь отошел от пешки d4 который ну в принципе надо отыгрывать и ну что мы здесь думали в общем хода которые они же сделал он просто пошел а6 просто пошел а6 долбил взять надо 4 ход нас разочаровал вот в позиции была такая динамика интересная ну ладно допустим конь е4 это идею мы это увидели но идея какая что если белая молодя да один ладно если белые берут эту пешку то просто ферзь b6 то есть теперь конь на c7 пойти не может там а если коню придется отходить на а3 но все-таки мне кажется нам казалось что пешка d4 хотя они сдвоены важнее там какой-то пешки на королевском фланге ведь у черных ну просто очень мощно фигуры расположены выйдет слон потом ладьяна c8 шикарно будет ну а можно еще d3 нанести напомнить противнику что у нас 4 пошел но тут у белых честно говоря позиция не хорошая конечно пешки разбиты на королевском фланге и конь на а3 ну понятно что так наверно не было бы сыграно скорее всего ладья д1 ну кто его знает что здесь чтобы здесь случилось но во всяком случае ходку не 4 бы не помешал там кстати если вот белые попробуют повторить ходы то черными не обязательно и повторять вот думали а что если отдадут это качество ну если пешку на d4 не за не успевают белое забрать то у черных просто отлично тут и возможности каких-то ударов на g3 там появляется ну в общем интересно было но допустим это как-то тяжело все-таки решиться на конь и 4 но уж ферз b6 то точно можно было пойти вот здесь а6 конечно ходить не надо ферзе терять это это нехорошо это мы понимаем но пойти слон g4 вполне возможно вполне чем бы нет опять же как только возьмут на 6 тогда черный уже будут атаковать коня ходом а7 а6 ну в общем разочаровал нас ход аниша выбор его буквально через несколько ходов получилась у него вот такая вот ну немного противная позиция ну вот изолятор в эншпле ламер белый играет грамотно ванхау играет очень грамотно вот этот ход f3 да и он не беспокоит то что он своего слона закрыл ему главную черных фигуру коня f6 и и белопольного слона отнять ключевые поля в метр шпиле такие ходы как f3 делать намного труднее там может королю не поздоровится а в эншпле автоматом вот да ничего собственно говоря здесь не происходило вот они пошел маневрировать как-то фигурами попытался дать шах на е3 но объективно говоря ничего здесь не получать с контр игры здесь не найти и потихонечку потихонечку полигонечку обатывать честно скажу что мы за партию в этот момент еще внимательно не смотрели там были события на других досках но вот когда пришли бы вот такому и здесь вдруг вместо ожидаемого хода b4 аниш ни с того ни с сего отступил слоном в ответ на что получил такой ход вот здесь вот мы вдруг начали на эту партию смотреть внимательно поскольку показалось нам особенно добро кстати что у черных довольно здорово хуже и наверное так оно и было на самом деле то есть как-то вот партия так тихонечко катилась катилась под откос может быть даже никто это не замечал не не мы не другие комментаторы ну вот вдруг возникла такая позиция как тут играть аниш на самом деле здесь вот начиная с этого момента просто грандиозно собрался вот просто какая-то история но двух людей как будто разные люди играли честно говоря вот здесь до это значит какой у нас ход тридцать пять ходов черные сделали ну я не хочу только аниша обидеть но он очень уважаемые шахматисты ну ну просто такое впечатление но играл какой-то разрядник вообще ну двигал фигуры там ну вот сейчас его перекатает там более опытный там мастер гроссмейстер ну в общем таких партий я сам сыграл неизвестно сколько-то ну в большинстве случаев за белых а уж сколько я их видел по разным опытом так это просто не сочетать но вот здесь начинается новая партия вот здесь вдруг посыпается лев просто настоящий который вот в анише который ну боролся просто так что увидите что в общем сумел эту позицию спасти началось с исхода ладья оси но пока рановато бить на б5 поскольку только приведет к размену этих пешек поэтому очень грамотно очень позиционно ваня как мы его любя называем защитил свою пешку на б4 как так вот реально напал уже а теперь приготовился зайти на цепь и вот такой ход останешь за слабость не держится ну ладно забрали теперь у белых слом против коня при ладьях и проходная пешка да еще и лишнее ну кажется ну что тут ну вот все-таки наличие фигуры вот это вот лишняя пара ладей кони ну король выходит здесь как-то вот для черных даже хорошо что них изолированная пешка на 5 она в принципе ну как-то пространство какое-то создает но тем не менее казалось что белая реализует может быть здесь ван хау начал думать вот я приехал на турнир тут ну как-то вообще случайный этот человек в этих претендентах вот одну я уже выиграл фаворита сейчас я еще выиграю вот это вот будет два из двух а потом на следующий утром и газеткой то и почитаю ну это человеческое по совершенно объяснимо с человеческой точки зрения конечно когда вот цель уже близка но начинаются какие-то вот такое рода волнение это конечно лишнее но избавиться от этого очень трудно практически невозможно игра немножко вот ван хау поблякала вот с этого момента во первых начал долго думать и такое впечатление было что вот он ну нерешительно что ли не знаю то есть какой-то момент он вроде бы пойдет куда-то потом передумает и начнет опять это другой ход сделать то есть ну нужно конечно при этом отметить что блестяще защищался гирей ну давайте подумаем об этой позиции добров сказал надо ходить е4 вот так по прямому что надо открыть позицию немного и поскольку трудно на данный момент сбить эту блокаду с b6 то нужно пытаться атаковать пешку f7 для этого запускаем ладью на 7 а потом ходим солнце 4 но логика разумеется в этом есть поскольку черный конь как-то на е5 наверное все же не попадает посмотрели бы какое такое но тут можно вообще двигаться вперед вот теперь белые собирается эту пешку использовать кстати вот не ладья c6 потому что если ладья c6 то черный могут стать сзади за пешкой c тут учитывая что конь g4 уже на подходе нужно рассматривать ладейное окончание для этого пешка ладья должна стоять сзади проходной пешки вот в этом варианте это получается ну бить совершенно невозможно сразу же выигранного белых пешка б пойдет загонит оставшуюся черную ладью на b8 ну а это тоже собственно говоря но белые двигаются вперед разумеется еще придется поработать тут но разные идеи есть есть идея е6 неплохая позиционная жертва пешки принимать его наверно придется но черный обязан сохранить активную ладью тогда они могут потерять на g4 но есть разумеется и просто водя d4 ход на подходе в общем очень трудно здесь черными играть ход водя d1 да неплохой конечно продержали коня и теперь вот так я честно говоря думал что идея то было в ходе ладья 2 но поскольку е4 уже идея принадлежала владимиру добров я хотел какую-то свою продвижить и подумал что может быть надо пытаться открыть второй фронт я как раз хотел сначала черного короля немножко отогнать чтобы он на е5 не устроился очень удобно вот сначала дать этот шаг а потом уже можно двигать g4 ну попробовать открыть второй фронт атаковать эту пешку аж 5 наверное вот это не так просто всегда вот прямого плана реализации нет взял правил там пешку или выиграл за него коня для этого надо что-то создать вот принцип второй слабости этот второй фронт но все это шахматистам знакомо но намного труднее это все правильно оформить во время партии вот у ван хау не получилось то есть он сыграл так что в принципе неплохо то есть центр открылся даже без без образования каких-либо слабостей но здесь очень сильно было сыграно ладья c3 замечательных до этого хода мы в принципе игру ван хау не катиковали мне казалось что немножко медленно играет но но это чисто были затраты времени на часах а ходы нравились но после ладья c3 выяснилось что основной это его план вот какой у него был основной план вот так вот отрезать тут пехоту кого точнее кавалерию от танков и в данном случае потом что когда уйдет атаковать пешку и все но после хода ладья c3 это реально не получается на c6 просто возьмут просто на c6 возьмут этого свана владелец c3 естественно ну вот поэтому пришлось перестраиваться пошел он так но в принципе в принципе я вот думал что наверное белом не так плохо разменять одну пару пару ладей на сколько можно будет потом короля подводить как-то пытаться помочь пешка без того чтобы там было много тактики однако не просто это сделать у черных активные фигуры и следующий ход который ван хау сделал я думаю просто ну по привычке что-либо поскольку он все время смотрел что слон должен на c6 прийти и вот он туда пошел но теперь этот ход совершенно неправильный он нужен был при четырех ладьях а здесь он должен был я полагаю отойти на d3 как-то помочь королю немножко или защиту в общем поближе к своим стоять я все-таки думал что это был лучший план со своном на c6 конь c4 но не знаю что наверно все таки надо было давать вот этот шах ну что делать дальше хочется ворваться ладью на тогда шах с b2 король не должен быть оттеснен на первый ряд первый ряд потому что король владея с конем могут создать угрозы какие-то там возможно это наверное лучше было пойти король g2 попробовать эту позицию сыграть ну пока еще хоть на конь d6 есть шах с d2 но белых все равно лишняя пешка но я уже не был уверен в том сумеет ли ван хау выиграть эту партию а когда он здесь на 55 ходу пошел f4 у него время уже было довольно мало то есть вообще стало очевидно что белые все выпустили теперь пешка на g3 весь третий ряд открыт начались тут типичные такие прыжки чем после какого-то раздумья ван хау решил что уже нечего тут делать действительно отдавать пешки на g3 h4 пешка пешка бы еще было далеко ли далеко идти там выигрыша просто не получалось мы смотрели потом вариант можете сами их посмотреть поэтому партия закончилась повторением ходов и ничьей ну что ж упущенная возможность для для вани захватить лидерство в турнире ну впоследствии уже если вот видеть как продолжался турнир для него но не то чтобы это сильно на него подействовала ван хау продолжал действовать довольно энергично и без без каких-то там излишних страхов перед своими грозными противниками ваня и сам грозный но тем не менее все таки мне кажется в какой-то степени вот этот вот вот эта партия все таки как-то ему немножко паруса его сдулись что касается гири но это очень важно было устоять проигрывать на старте две подряд было бы просто ужасно ну вот так вот значит посмотрели мы еще одну партию спасибо вам за внимание был с вами гроссмейстер алексей ермолинский